Всем привет, меня зовут Алена и я продолжаю рассказывать вам о гаджетах. В этом видео у меня умные часы, даже первые умные часы от производителя спортивных гаджетов от компании Fitbit под названием Blaze, как сложно я сказала, но тем не менее. До этого момента компания Fitbit выпускала исключительно спортивные браслеты и спортивные часы. Этот девайс нечто большее, чем все предыдущие гаджеты, которые выпускает компания Fitbit. И в этом видео я расскажу вам первое впечатление, а также покажу, что в коробке, потому что часы, к сожалению, не новенькие, ими уже попользовались. И вот, наконец-то, они дошли до меня, поэтому приятного вам просмотра. Напоминаю, что это самые первые умные часы от компании Fitbit, которые были представлены в Лас-Вегасе на CS. И вот, наконец-таки, они в продаже. Стоят они сейчас, по-моему, я видела ценник от 20 тысяч с половиной рублей. Мне кажется, это дорого для таких часов, но у меня пока еще только первое впечатление. Я вот только их день поносила и решила сделать для вас некое видео. Подробный обзор будет чуть позже. Так вот, эти часы не работают на Android Wear. У них своя собственная система, и наверняка это не совсем удобно, не совсем приятно, но комфортно для тех, кто занимается спортом, потому что для этого здесь есть все, и довольно просто все это размещено. Интересная коробка, она такая двойная, но не будем останавливаться на ней. Просто скажу, что очень просто у компании Fitbit вообще во всех браслетах очень просто выбрать размер. Вот здесь вот есть специальная полоска, которая, ну, вы вот так вот ручку прикладываете, и сразу понимаете, собственно, что у вас S-ка или L-ка. По-моему, очень удобно, очень здорово, так что круто. Здесь как раз-таки находились часики. Вот отсюда я их, будем, полученненько извлекла, но все остальное не смотрела, потому что хотелось посмотреть сразу на часы. Здесь у нас что? Сейчас будем смотреть. Упаковано очень прикольно, очень интересно. Тут у нас инструкция. И еще одна коробочка есть, наверняка, с зарядкой. Вот такой вот, ничего себе, оригинальная зарядка у Fitbit. Как это делается? А, вот так она открывается. Ну, давайте снимем, посмотрим, как это будет выглядеть. Четыре шлейфа. Как они размещаются-то? Не то, чтобы я недалекого ума, но сразу мне в голову не приходит, как я могу разместить этот гаджет. Мы из России, народ простой. Нам надо бы почитать, наверное, инструкцию, потому что я с первого раза не поняла, как это делается. Мне очень стыдно. Полезла в инструкцию. Инструкция не написана, как это делается. Так, давайте включим логику. Шлейфы там, внутри. Шлейфы снаружи. Она не может заряжаться дистанционно. Платформа больше не отстегивается. Короче, ребят, что не обзор, то, блин, новые коры. На самом деле, эти часы требуют грубой мужской силы, так скажем, потому что я была на правильном пути, только немножко не додавила. Оказывается, зарядка здесь даже хуже, чем я думала. Что надо было сделать? Надо было выдавить часы, то есть, чтобы, блин, зарядить часы, их чуть ли не все полностью надо разобрать. Странно, конечно, очень странно. И дальше все, зарядочка легко вставляется. Крышечкой закрыли, она у вас никуда не потерялась. Все, пошли заряжать. Все супер. Часы у вас вот в таком вот коробочке. А теперь я немножко покручу эти часы и расскажу вам о неких плюшках, которые мне уже удалось заметить после первого использования. В общем, здесь отображается информация о пройденных шагах, о пульсе и о сожженных калориях. Очень здорово то, что пульс измеряется постоянно в режиме нон-стоп. И, как утверждает производитель, батареи хватит на 5 дней минимум. Здесь у нас сегодня, это статистика о вашей активности за сегодняшний день. Дальше тренировки, бег, велик и так далее. Фит-старт, это программа тренировок, так я полагаю. Таймер, будильник и настройки. Часы синхронизируются и с Android, и с iOS, и даже с Windows. Это видео такое а-ля распаковка, на самом деле в большей степени для вас, для того, чтобы у вас была возможность задать мне в комментариях вопросы касаемо вот этих часов. И чтобы в дальнейшем, в подготовке подробного обзора на эти часы, я учила это и рассказала вам о них более подробно. Так что пишите, пишите мне комментарии, не забывайте об этом. Ну и не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо, пока!